добрый день дорогие друзья и снова с вами натали и канал для тех кто не сдается и когда да так вот именно потому что никогда не сдается несмотря на все проблемы я и отважилась сегодня с вами поговорить если вы помните последняя моя моя затея это это процесс оздоровления и похудания как бы необходим нам всем и никуда от этой проблемы не уйдешь вот но все выходит но не совсем так как хочется смотрите я в парке нашим здесь недалеко дочь моя живет это парк доля реки яуза смотрите подмыло сейчас вода поднималась до очень высокого уровня но сейчас тоже она собственно высокая видите подмыло чуть-чуть берег вот и вот вдоль яузы устроены парке их много и они в общем-то замечательные совершенно вот это нижний парк там наверху еще есть смотрите много спортивных площадок там дальше теннисные корты с той стороны там и футбол и волейбол и еще теннисные корты здесь мой внук занимается велосипедом триатлоном вернее собак много-много это моя любовь он идет какой-то этот джек красавец так вот все не так легко и просто выходит с похуданием если помните у меня вроде были успехи в начале где-то там в районе нового года потом как-то все дело застопорилась а потом я набрала 2-3 килограмма потом опять сбросила ну в общем все как у всех вот вы знаете я говорю что я как бы еще более убедилась в том что что наверно надо рассказывать обо всем когда уже все прошло но мне кажется это не совсем честный путь вот вариант когда ты все это в реальном времени делаешь он мне кажется гораздо более понятным честным и ну как бы приемлемым для многих потому что ведь не я одна такая у которой все время что-то там срывается что-то не получается одна из моих подруг очень меня ругает все время и говорит ты слишком себя любишь ты не жесткая из зоны комфорта не выходишь ну и так далее и тому подобное вот а я да наверное я себя люблю да наверное я нет во мне столько сил чтобы чтобы себя гнобить за то что я ошибаюсь за то что я срываюсь то есть ну как срываюсь я не могу сказать что этом просто может быть мало занимаюсь может быть ну как бы колено то болит но я на это не обращаю внимание но есть там другие еще обстоятельства но тем не менее я могу вам сказать что что сейчас примерно весом как бы на одной и той же цифре вот но лето видите здесь очень много приходит заниматься и людей которые приехали сюда на работу у у нас на футбольных полях я смотрю очень очень много людей из таджикистана узбекистана они играют вместе с русскими то есть для них это видимо счастье не работать тяжело а именно спорт такой увлекательный не знаю в общем наверное на это приятно смотреть что что как-то почти как в советское время все вместе и в общем все нормально да так вот относительно похудания то есть вот эти девушки которые когда-то худели когда-то ошибались когда-то заедали горе когда-то зажоры были так называемые у них то получалось то не получалось то они прибавляли то они теряли вот но они об этом никому не рассказывают и потом они уже сказали о я похудела на 40 килограмм вот у меня цели пока более скромные это степ бай степ но надеюсь что все таки лето как-то поспособствует в июне собираюсь к морю купила недорогую путевку пансионат в креницы говорят там очень чистая вода такое маленькое местечко я впрочем хорошо знаю те края но вот именно в этом месте я не была так что надеюсь это будет способствовать такой мощный мощный толчок для улучшения всей этой программы ну я думаю что можно килограмм 5 то точно сбросить за две недели вот все я вас всех обнимаю всем желаю здоровья и хорошего настроения ведь смотрите уже почти лето хотя еще вчера был снег